Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала Daily Europe Online. У меня в гостях Фархад Мамедов, известный политолог из Азербайджана, в прошлом директор Института стратегических исследований при президенте Азербайджана. Здравствуйте, Фархад. Здравствуйте, Михаил. Спасибо за приглашение. Вам спасибо, друзья. Я хочу сказать, что сегодня такой большой эфирный день. У меня был известный такой украинский политолог Владимир Песенко. Сегодня еще будет Ильгар Велизаде, политолог из Азербайджана. И в прошлом посол в Грузии, посол в Молдове, господин Намика Алиев. Тоже мы будем с ним записывать сегодня интервью. Поэтому внимательно следите за выходами программ на моем YouTube-канале. Ну, конечно, подписывайтесь, комментируйте и подписывайтесь на телеграм-канал Фархада. Там тоже очень интересно. Фархад, вы знаете, вот меня, наверное, сложно чем-то удивить. Меня все-таки удивили некоторые, скажем, провластные телеграм-каналы в Армении, которые лояльны премьер-министру Николе Пашинян. Ну, то, что я вчера наблюдал, честно сказать, это, ну, первое, да, это разгонка версии о причастности Азербайджана-Алиева к, значит, гибели президента Ирана. А второе, это совместные операции Израиля и Азербайджана. И третье, это действия агентов Моссад в Азербайджане. И, как бы, это были не в прямое обвинение, это были перепосты с каких-то там телеграм-каналов, которые ссылались на каких-то, ну, политологов из Ирана. Ну, мы понимаем, как это все происходит. То есть это, по сути, такая, ну, там, информационная операция, если хотите сказать, ИПСО. Вот в Украине модное слово ИПСО, информационно-психологическая операция. И она попахивает, честно сказать, определенным антисемитским душком. Да, вот я вам честно сказать, я чувствую вот этот антисемитский душок. Как вы считаете, должна быть реакция со стороны Израиля, ну, на вот эту разгонку в армянских средствах массовой информации, там, телеграм-каналов, конечно же, не официальных лиц, а именно, там, СМИ, да, вот это вот антисемитская тема? Ну, скажем так, что объективно в Иране есть силы, у которых есть соответствующие говорящие головы, которые продвигают антиазербайджанский контент и используют в этом, ну, наверное, на 100% тему взаимоотношений Азербайджана и Израиля. Не случайно они называют Азербайджан там сианистским государством. Ну, и все вот в этом духе. Для меня было очень странно, что вот про Пашиняновские каналы, они вот начали играть в эту игру. Потому что, ну, предположим, предположим, что если завтра Иран объявит там виновником во всем Азербайджан и начнет войну с Азербайджаном, что от этого вам будет лучше? Потому что между Ираном и Азербайджаном за последние два года было несколько волн таких приливов, напряжений и так далее. И террористические акты в отношении посольства, и их военные учения и так далее. Ну, можно сказать, что все армянские эксперты, хоть пропашиняновские, хоть антипашиняновские, они все заключали, что да, это, значит, Азербайджан может исчезнуть с политической карты нашей планеты и так далее, но это каким-то боком отразится и на Армении. И этот бок будет самым негативным, потому что подключается Турция, справа, слева, и они остаются где-то там посередине. Если даже сама война может проходить исключительно на территории Армении. Исключительно. Поэтому вот вчерашние, это, честно сказать, вот эти информационные впрыски, они, я вообще не понимал этого. То есть настолько вот эта обида, настолько, то есть с одной стороны, выступать против акции вот этого, я его называю, Карла Маркса в церковной рясе, этого Баграта, Сарбазана и так далее. Выступать против этого, доводить тезисы о том, что мы получаем хоть какой-то, но согласованный участок границы с Азербайджаном, что мы идем на мирную повестку, эпоху и так далее. А с другой стороны, получив вот эту возможность, вот этого антиазербайджанского контента в Иране, продвигать его. Знаете, эти каналы, в основном это Баграмяны и так далее, пропашиняновские, они вот в отношении формирования общественного мнения в Иране не имеют никакого значения, вот абсолютно никакого. А с другой стороны, они же на русском же публикуют все это дело. То есть вот в этом антиазербайджанском ПЛУ как бы свои три копейки в этот процесс, и я вам скажу, не больше, то есть там даже, может быть, меньше трех копеек, вкладывать, это показатель того, что или они не искренне, целиком, вот от Пашиняна до простого сотрудника этого армагитпрома, или же это какая-то самодеятельность вот этих структур, которые вот внутреннюю обиду, внутреннее раздражение Азербайджаном, они вот через эти посты и через эту информацию доносят до своей публики. А что касается, да, тема Израиля, она всегда есть, и это, кстати, показатель, кстати, да, наряду с Азербайджаном, это показатель того, что вот эта и эта группа, значит, в Армении, она бы не прочь, чтобы была бы война вокруг Израиля, чтобы Израилю было бы хуже, чем ему, например, сейчас, чтобы была бы прямая война Ирана с Израилем, и так далее. То есть они показывают и демонстрируют то, чего они желают, и хотят, да, где-то вот по Фрейду, где-то очень глубоко, но это всё выпячивается. Фархад, понимаете, ради объективности надо сказать, что вот существует, да, вот, может быть, это то, что называется в английском left over, да, вот взаимные, как бы, колкости, так, которые, взаимная такая вот информационная борьба, которая шла между там СМИ Азербайджана, СМИ Армении. Мы с вами как-то обсуждали, как СМИ Азербайджана раскручивали, значит, историю про то, как там из десяток человек вышли к одному из памятников Ереване, как они там что-то декларировали, выдавали это, в общем, за позицию Еревана. Это тоже была пропаганда, да, или когда были события в Крокусе, одни каналы говорили о том, что там азербайджанский след, другие каналы говорили о том, что там есть армянский след, да. Но меня вот в этой ситуации повторюсь просто, чтобы как бы закольцевать эту тему. Меня смутило две позиции. Первая, как-никак стороны уже сели за стол мирного, за мирный стол переговоров, а не договариваться о дельмитации, демаркации, границах о мирном существовании. Так, это первое. Ну, а второе, опять же, вот это вот, ну, как бы, израильская карта, да, то есть вот антисемитская карта, которую я как бы почувствовал. Почему почувствовал? Потому что, вы понимаете, это же как создание «майн камф». Вот если «майн камф», например, вот как издание, вот человек, вот кто-то публикует, да, это преступление, а когда это публикуют с научным комментарием, тогда это научное исследование. Понимаете, о чём я говорю? То есть тут именно шли перепосты без, скажем так, какого-то взвешиванного анализа мнений, так, то есть понятно, сколько людей, сколько мнений, но мнение, оно должно сопровождаться либо контр-мнением, либо, скажем так, анализом этого мнения, иначе это пропаганда, то есть я вот говорю об этом, антисемитская пропаганда, это нехорошо. Не, антисемитская пропаганда, это нехорошо, но, Михаил, здесь один момент, если не знаю, согласитесь с вами или нет, да, многие теряют эту грань между, например, критикой государства Израиля, его политики, и антисемитизмом. То же самое мы видим в России, да, сейчас все, которые критикуют Россию, называют русофобой, правильно же? Вот, в армянском варианте, здесь, да, эта грань теряется, потому что, здесь есть все, здесь есть и тема израцкого вооружения, значит, в Азербайджан, здесь есть тема поддержки еврейского лобби, значит, в Соединенных Штатах Америки позиции Азербайджана, здесь даже есть тема армянского квартала в Иерусалиме, то есть все это, да, напрягает их, и они теряют эту грань, между критикой политики, например, государства Израиль или конкретной лоббистской группой в Соединенных Штатах Америки и так далее, с темой антисемитизма, это грань теряется, я с вами согласен. Фархат, переходя уже, собственно, к тому, что случилось, так, сейчас Иран официально так обозначает это как трагическую катастрофу, так, ну, мы не знаем, что там было, потому что когда-то считалось, что, например, разбившийся самолет президента Качинского в марте 70-го года это была тоже трагическая катастрофа, а потом стали говорить о том, что это рукотворная история, так, может быть, то, что случилось с президентом Ирана, это тоже рукотворная история, я не знаю, на меня удивило другое, что сам Иран не попытался пристегнуть к этой теме своего извечного врага Израиля, я имею в виду официальный Иран, так, хотя, казалось бы, по идее, это было бы выгодно Ирану, единственное, что нужно было бы потом отвечать за базар, как говорится, то есть как-то отвечать. Почему этого не произошло? Не, ну, вы сами же ответили потому что нужно отвечать, если уж такие обвинения. С другой стороны, мы понимаем, что во всех таких преступлениях, в закрытых режимах, в открытых режимах есть объективное расследование этого события, инцидента, катастрофы и так далее. И об этом знают узкий круг количество людей, настоящую правду, что случилось там. Потому что там есть наверняка черный ящик какой-то. Ну, если бы, например, пошла информация, что неполадки были на высоте 2300 метров. Но что мы увидели на сегодня? Мы увидели обломки вертолета все в одном месте. То есть, не говорят, что обломки там в радиусе 5 километров. Если взрыв произошел на высоте, значит, он должен был разлететься. А обломки все в одном месте. Тела все в одном месте. Показывают, как их забирают оттуда и так далее. То есть, все показывает на то, что воздушное судно, оно до конца было как бы в нормальном состоянии, ничего не случилось. Но это все, опять же, будет идти расследование, будет дан соответствующий результат. Но этот результат может быть скорректирован по ходу. Но сегодня мы должны очень много спекуляций, очень много информации. Поэтому я постараюсь какие-то фактические информации передать вам. я ее специально записал, потому что я вижу, что в иностранных пабликах, а ваша аудитория это и Украина, и русскоязычие, во всем мире, можно сказать. Поэтому вот эту часть информации нужно разъяснить. Вот пошла информация, что вертолет разбился после встречи в России с президентом Алиевым в Азербайджане. И потом пишется, что вертолет разбился в Азербайджане. встреча была на границе. Граница между Азербайджаном и Ираном проходит по реке Араз. И встреча была на реке Араз. Вертолет садился на территорию Ирана. То есть вертолет не пересекал воздушное пространство Азербайджанской республики. Он вышел с вертолета, сел на автомобиль, доехал до места встречи, там провели мероприятие и он вернулся. То есть на территории Азербайджанской республики вертолет не залетал. Второй пункт. Да, вертолет разбился на территории Азербайджана. Это уже два области Остана, которые находятся на севере Ирана. Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан. Поэтому в вертолете находился губернатор Остана Восточный Азербайджан. Поэтому многие теряются. Есть такое мнение, что он разбился чуть ли не на территории Азербайджанской республики. Он даже туда не залетал. Этот элемент очень важен. Плюс взрыв катастрофа произошло в глубине территории Ирана. То есть вертолет летел продолжительное количество времени. встречи. И только на подходе к Табризу, где он должен был сесть, и он должен был пересесть в самолет, там случилась эта катастрофа. Это очень важный элемент для того, чтобы разъяснить ситуацию, где это произошло, и связью с Азербайджаном. Конечно, есть странные моменты, что три вертолета было, катастрофа произошло только с одним вертолетом. Это достаточно странный элемент, который порождает очень много конспирологических теорий. Плюс еще есть внутрополитический контекст. Мы это должны понимать. Потому что в Иране сформировалась президентская власть по итогам выборов. И в ближайшие полтора-два года выборов не должны быть. Наряду с этим в Иране прошли парламентские выборы и выборы в Совет Экспертов. Это очень сложная система власти в Иране. Совет Экспертов избирает верховного лидера. Вот верховный лидер главный ключевой человек, принимающий конкретные решения. Это Олег Хамней. Президент это одна из ветвей власти после верховного лидера. Совет Экспертов избирает верховного лидера. Так вот в Совете Экспертов и выборы которые прошли недавно победу одержали консервативные силы. Вообще никого, не то чтобы реформаторов, даже каких-то лайт консерваторов не провели в Совете Экспертов. Это означает, что на смену престарелого лидера Ирана избирать будут из состава Совета Экспертов. И один из кандидатов, имя которого проходило, это был президент Райси, потому что он имеет духовный сан, и он консервативный взгляд. И сын соответственно Комнеи. Вот конспирологическая теория, это уже внутриполитический элемент в Иране, но я опять же думаю и уверен, что это несчастный случай, катастрофа, но нужно будет ждать результатов следствия. Фархад, вот если говорить об изменениях, потому что существует такое, мы же всегда какие-то лекала прилагаем, отработанные, как в случае с Азербайджаном, люди не разобрали, что шла речь о провинции, восточный Азербайджан внутри Ирана, а не про республику Азербайджан. Также существуют разные такие аршины, которые мы примеряем привычными аршинами какие-то ситуации, которые далеко от наших регионов. Так вот, считается, что смена президента это всегда смена курса, смена вектора. Если посмотреть на ключевые направления политики Ирана, поправьте меня, если я не прав, это Иран Турция, это Иран Южный Кавказ, это Иран Россия, это Иран Ближний Восток Израиль и Соединенные Штаты Америки. Какие изменения произойдут? Либо существенного ничего не произойдет? Нет, изменения произойдут, но не скоро. Потому что я все-таки думаю, что объявлено траула, а они это дело умеют. То есть организовать траула в Иране умеют, при том на самом высоком уровне. Будет пауза, чтобы понять, что происходит. Нужно будет решать вопрос неочередных президентских выборов, которые должны состояться по Конституции в течение двух месяцев. То есть здесь уже пойдет тема нового президента будет. групп и, я думаю, интересантов будет очень много. Мы должны понимать, что в Иране продолжается экономический кризис, он никуда не делся. Просто к нему все привыкли. Обесценивание национальной валюты и так далее. Я думаю, что здесь мы можем увидеть определенное недовольство населения. Что касается внешнего периода. Министр иностранных дел Ирана, который тоже погиб в результате этой катастрофы, это официальная внешняя политика Ирана. Но есть и другие структуры, которые реализовывают политику Ирана. Это в основном КСИР по страже исландской революции. Именно КСИР взаимодействует с Российской Федерацией, КСИР взаимодействует на Ближнем Востоке, уже непосредственно на Земле. Там изменений никаких нет. Поэтому вот по оставаться и темпы не будут сходить куда-то. Но вот те сферы и страны, с которыми Иран взаимодействовал через Министерство иностранных дел, вот в списке этих стран уже Азербайджанская республика, Турция, Соединенные Штаты Америки и некоторые страны Ближнего Востока и так далее. Вот здесь мы будем видеть определенную паузу. Потому что никто сейчас предпринимать какие-то действия и так далее не будет. Пока не будет избран новый президент и новый состав Кабинета Министров. Я думаю, что все будет оставаться в подвешенном состоянии. По отношению к Азербайджану. Эта встреча она планировалась в марте, но была перенесена на более поздний срок. Между Азербайджаном и Ираном напряженная ситуация была на протяжении более чем одного года. Азербайджан закрыл свое посольство в Тегеране, потому что больше года тому назад там был организован террористический акт. И шли очень долгие и напряженные переговоры. В результате тот человек, который совершил террористический акт, получил высшую степень наказания. И Азербайджан был в общем удовлетворен тем, что это произошло именно так. решением суда. Пошли новости о том, что Азербайджан меняет место посольства в Тегеране и на новом месте проводит работу, чтобы посол вернулся. И эта встреча, она была рубежной встречей, после которой уже шла нормализация. Поэтому и президент Алиев, и президент Райси говорили о будущем в оптимистических тонах и так далее. То есть мы должны это сказать, что это была рубежная встреча. И да, там была произнесена фраза, что есть люди и силы, которые не хотят нормализации отношений Ирана и даже не хотели визита Райси в Азербайджан. Все-таки это был визит Райси в Азербайджан, потому что он пересек границу и соответствующим образом принял участие в мероприятии на территории Азербайджанской Республики. Поэтому я так понимаю, что в отношении с Азербайджаном будет определенная пауза до избрания нового президента и формирования нового комитета министра. Фархад, я в завершении вас хотел бы спросить вот о чем. Понятно, когда происходят такие события, как гибель президента Ирана, понятно, что тут же очень много фейков, очень много конспирологий, очень многие люди хайпуют на какой-то теме. Но вот, что я обратил внимание, потому что дьявол же он всегда кроется в детали. Я обратил внимание, что быстрее всех послал самолет для помощи в поисках президента Ирана была Турция. То есть, собственно, Турция оказалась быстрее, например, чем Россия. К тому времени, как Россия собралась и уже отправила самолет, уже он не понадобился. На мой взгляд, на мой взгляд. Но это не случайно. При большом желании тот самолет мог вылететь сразу со стороны России. Вот о чем это говорит, как вы считаете? Если мы возьмем геополитический разрез, почему, с одной стороны, Россия не торопилась на это мероприятие, с другой стороны, Иран, очевидно, хотел все-таки, чтобы в этом мероприятии поучаствовала Турция. По крайней мере, он не был против того, что Турция по факту прислала свой истребитель, специально подготовленный самолет для ночных поисков в условиях тумана и прочей непогоды. Как вы считаете? Российский контекст, правда, Россия дальше, скажем так, плюс, думаю, что у России возможно есть какие-то средства для этого, но взаимодействовать с Иранской стороной очень трудно бывает. То есть, они не всегда говорят всю полноту информации, могут не до конца попросить и так далее. Или же в тех условиях, вчерашних условиях, они даже могли и не знать, чего они хотят. Людей у них там полно. То есть, люди им там не нужны. Это же не землетрясение. Им нужна была специальная техника. И мы поняли, что в Иране нет, это не истребитель, это Аканджи, это беспилотный летательный аппарат. Просто он большой, как истребитель. И мы поняли, что у Ирана нет соответствующей инфраструктуры, которая есть в Аканджи. То есть, чтобы ночью по тепловизорам и так далее определять все это дело. И в принципе, этот Аканджи, этот БПЛА, он свою функцию выполнил. Он нашел это место, и люди уже там дал координаты, и люди подошли туда, значит, знали, куда идти. Вот это главный элемент, который мы вытащили из этой сферы. Что касается Российской Федерации, я не думаю, что они там, имелась какая-то конспирологическая теория, Наверняка они бы помогли бы, если бы оперативно донесли бы то, что нужно в конкретный период времени и что со стороны Ирана. По теме России, я не думаю, что будут какие-то изменения в отношениях с Ираном. Опять же, будет какая-то пауза, но у России взаимодействие проходило как через президента и министра страны, так и через другие структуры. И в первую очередь это структура какого пастража. Фархад, я вам очень благодарен за это интервью. Фархад Мамедов, известный азербайджанский политолог, также в прошлом директор Института стратегических исследований при президенте Азербайджана. Спасибо большое, Фархад, и до новых встреч. Спасибо.